В тяжёлых боях и с потерями, так украинские военные продолжают отвоёвывать каждый метр земли. Активная фаза контрнаступления ВСУ ведётся с июня. При этом у российской стороны было время подготовиться к наступлению ВСУ. И она делает всё возможное, чтобы усложнить продвижение украинской армии, напоминает военный аналитик Королевского колледжа в Лондоне. «Мы должны помнить, что линия фронта очень длинная, что украинцы не обладают всеми возможностями, которыми обычно обладают союзники по НАТО в операциях такого рода. У них нет воздушного контроля, воздушной мощи для проведения эффективных операций объединённых вооружённых сил. Я думаю, мы должны также понимать, что частично проблемы, с которыми сталкиваются украинцы, связаны с тем, что мы довольно медленно предоставляли некоторое вооружение, в котором украинцы нуждались. Кроме того, мы не обеспечиваем им необходимое воздушное прикрытие, которое могло бы им помочь». В конце июля президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал увеличить поставки Украине ракет большой дальности и предоставить Киеву современные истребители. Но успехи у украинской стороны уже есть и без дополнительного западного вооружения, отмечают эксперты. «На первом этапе они прорвали некоторые из начальных линии обороны россиян, но затем столкнулись с основными линиями. Сейчас мы наблюдаем небольшое оживление, и развертывание резервов означает, что им действительно есть куда их направить. Поэтому можно надеяться, что в ближайшие недели мы увидим какое-то продвижение». Украинцы перешли к ударам по логистике, но также, что очень важно, они начали уничтожать российские артиллерийские орудия. А уровень потерь артиллерии у россиян сейчас самый высокий за всю войну. Однако украинской армии нужно поспешить. Сейчас погода наиболее благоприятная для ведения боевых действий, считает эксперт. В декабре окно возможностей может закрыться. Аналитик видит два варианта развития событий. «Есть один вариант, который заключается в прорыве украинцами российской обороны и выходе к Азовскому морю. Таким образом, российские войска будут отрезаны. Это был бы совершенно фантастический успех для украинцев. Если они не смогут этого достичь, то есть успех, скажем так, категории «Б». Это возвращение Бахмута или, возможно, взятие крупного населённого пункта или окружение крупного населённого пункта, такого как Мелитополь на юге». 3 августа в интервью журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у контрнаступления не может быть графиков и дедлайнов. А эксперты и вовсе подчёркивают, для успеха объявленного наступления потребуются месяцы. «Если посмотреть на тот факт, что россияне взяли Бахмут, где месяцами шла страшная оппозиционная война, только через 9-10 месяцев, и что украинцы сейчас действительно серьёзно продвинулись на флангах, можно сказать, что россияне, сидящие в Бахмуте, через несколько недель могут попасть в ловушку. И мы видим, что украинцы действуют очень осторожно и очень умело». Генштаб ВСУ утром 3 августа сообщил, что силы обороны Украины продолжают введение наступательных операций на Мелитопольском, Бердянском и Запорожском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.